Надо выбрать сначала крупные детальки, разложить, тогда с мелкими будет легче. Занятие в небольшой группе по программе Монте-Сори проводит психолог краевого психоневрологического диспансера. В отличие от классической программы, где специалист лишь наблюдатель, здесь его позиция активная. Ведь именно общаясь с детьми, можно сформировать у ребенка желание приходить чаще и узнавать больше. А солнечным деткам заниматься нужно регулярно, чтобы было проще адаптироваться к жизни. Чем младше ребенок, чем раньше начинаются занятия, у нас основное требование все-таки к школе, основные трудности начинаются, когда мы видим, что ребенок уже по возрасту подошел, надо в школу идти, а он по каким-то причинам не готов. Это как интеллектуально, как в общем-то в быту он не может выдержать занятие в течение 40 минут. Варя Чеплыгина сегодня здесь просто гость. Солнечный ребенок давно учится в частной школе с обычными детьми. Ее мама уверена, если бы не регулярные занятия, девочке было бы гораздо сложнее. Правда, о доступности таких занятий для всех говорить не приходится. Да, попасть в краевой диспансер может каждый, говорит мама Варе. Но кому-то тяжело добираться. К тому же занятия нужны регулярные, а не пару месяцев в году. Все же наши вот эти вот социальные службы, они не нацелены на постоянную работу. Они все периодами. Вот заехали мы в Журавлики, прореабилитировались, до свидания еще на полгода. А что эти полгода? Им родители, естественно, идут ищут платно, а платно очень дорого. Это практически единственный центр такой в Алтайском крае, который оказывает комплексную помощь. В районах, в межрегиональных округах, в Бийске, Рубцовске, там есть, конечно, детские отделения, детские психиатры, которые оказывают помощь ребятишкам. Но у нас здесь именно комплексная помощь для несовершеннолетних. Диспансер загружен, но попасть туда можно. Местные специалисты уверяют, если врач из поликлиники направил, ждать придется не больше двух недель. В том числе и ребятишкам из районов края. Мама пятилетней солнечной Сонечки не жалуется. Говорит, хотя бы раз в год на занятия с психологом и логопедом их и сюда, и в журавлики приглашают. Но хотелось бы постоянных занятий и желательно в одном месте. Ребенок привыкает к одному месту, к людям привыкает, и ей проще работать. И также педагогу с ней проще работать. Поэтому если было бы это в одном месте, было бы, наверное, удобнее. И единственное, что не раз в год. Тогда бы они уже сделали это как-то почаще, потому что раз в год это совсем очень мало. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.